У сельской мясовости необходимо больше уваги надавать поддержку молодости. Такой думкой поддерживается делегат Усебелорусского народного схода Адам Ашомка, который 46 лет работает в открытом акционерном товаристве «Звязда Полесья» Лельшинского района. Дмитрий Котов протягни. Адам Ашомка добро ведом и кожному жихару агрогородка Боровое. Тут народился с кончу школу, а после армии пошел працевать в мясовом колгасе. Заплятшима 46 годов у сельской господарцы, и при чему весь этот час Адам Михайлович присвятил одному предприемству. Починал механизаторам, а сёння, загадших машино-тракторного двора, открытого акционерного товариства «Звязда Полесья». Адам Ашомка не только отказна подыходить до выконывания своих службовых обвязков, але так само им кнецца допомагать мясцовому насельниству. Больше за 10 годов з'является депутатом Боровского сельского совета. Примая активный удел у доброупорядкований территории населенных пунктов. Як означает старшиня совета, до Адама Михайловича завсёды можно звернуться, и той николи не откажа. Любые питания выращаются у самые короткие термины. Где-то помочь даже с той же подсыпкой ям, например, где-то что-то подвезти песка на клумбу. Вот такие все вопросы с Адамом Михайловичем решаются легко и просто. Достаточно одного звонка, и всё после этого делается, всё как положено. Даже, например, нам надо помощь в оказании сбора какой-то информации с населения по хозяйству. Вот тоже принимает активное участие сам и других подключает, своих работников к этой деятельности. Делегатамусе Белорусского народного сходу Адама Шомка обраны у першиню. Каже, для ГОГЭТа великая отказность, а ли в той же час добрая махчимость на самом высоком узровне звернуть увагу на проблемы, які иснуют у сельской мясцовости. Головная тема для обмеркования – притягнение молоди, что дозволит забеспечить будущую невеликих вёсок и агрогородков. Если создать условия, как в городской, в сельской местности проживания, то, возможно, молодежь пришла бы работать в сельской хозяйстве. А так уезжают в город. Надо создать условия благоприятные, чтобы они больше оставались в сельской местности. Перш за все, на думку Адама Шомки, увагу необходимо звернуть на пытание заработной платы и забеспечения жильем. Так само варто памятать про якостное медицинское обслуговование и наявность сучасных объектов гандлю. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», Лельшинский район.